У нас решение не такое масштабное, скажем так, как у двух коллег, которые выступали до этого, но тем не менее, мне кажется, что будет полезно. Смотрите, давайте сначала поговорим чуть-чуть про буквально пару слов. То есть все-таки чем отличается дополнение от виртуальной реальности? Я понимаю, все так или иначе связаны с IT, но люди очень часто путаются. Принципиальное отличие, то есть виртуальная реальность – это полностью синтезированная картинка, она отображается на экране. Если картинку поменять, если экран вдруг выключится, человек не будет видеть окружающую действительность. Это может быть очень хорошо и интересно дома в офисе, но на земле, на реальном производстве могут возникнуть проблемы. То есть человек не понимает, он не может сам оценить, насколько та картинка, которая ему показывает, она адекватна тому, что происходит вокруг. Дополненная реальность – это всегда человек своими глазами видит то, что происходит в жизни. И реальность дополняется посредственно, то есть выводится какая-то картинка на экран, которая делает что угодно. Это может быть подчеркивание контура, вывод текста, дорисовывание каких-то элементов действительности, что угодно. Но именно принципиальный момент – человек в любой момент времени видит, что происходит. Это очень важно на производстве, потому что условно на сотрудника, который находится, допустим, в шахте, одеть очки виртуальной реальности и сказать «иди в забой», ну, скорее всего, инфобес, ну, даже не инфобес, а промбес тут скорее скажет «нет». Теперь давайте, да, то есть мы занимаемся именно платформой для устройств дополненной реальности. Давайте сначала сейчас расскажу, с чем мы пытаемся, для чего это нужно производство. Первая задача – это доставка экспертизы удаленная. То есть в какой-то момент времени вам нужна экспертиза в какой-то точке производства. По какой-то причине эксперт не может добраться. Это далеко, дорого, он просто не успевает, потому что здесь нужно, то есть все нужно здесь и сейчас. Второй момент – это как раз дополненная реальность, то есть когда идет сотрудник, и мы ему подсказываем, то есть что-то дополняем реальность, выводим какую-то информацию, выводим телеметрию, все что угодно. Как это в жизни работает с точки зрения клиента? То есть у клиента есть очки дополненной реальности, которые он их может, ну, устройство давайте тогда дополненной реальности, просто сейчас 95% это именно очки. Есть какие-то стартапы, даже хорошие российские стартапы, которые занимаются разработкой линз, то есть это на самом деле наше будущее. Очки удобно, но линзы, мне кажется, еще удобнее, хотя я все равно ношу очки пока. Соответственно, есть устройства, вот как на картинке, это устройства именно в промышленном исполнении, они крепятся на каску, они ходят, то есть есть устройства, которые с ATEX-сертификацией пройдены, то есть там проблем нет. Это есть обычные очки, которые чуть больше, чем те, которые одеты на мне. Я подробнее поговорю. Человек их одевает, и в момент, когда ему нужно получить какую-то информацию, то есть получить дополненную реальность, чтобы ему что-то дополнили, он либо одевает очки, либо опускает визор, и происходит обогащение информации. То есть первое, все современные устройства, они обладают модулями Wi-Fi, дополнительно обладают, промышленные устройства обладают модулями eSIM, или даже физической eSIM-картой. Поэтому первое, что с точки зрения пользователя какая, это обычная конференц-связь. То есть действительно, точка-точка, он позвонил эксперту, либо эксперт позвонил ему, эксперт видит, что видит оператор. Оператор тот человек, который носит, эксперт тот, кто сидит удаленно. Ну, собственно говоря, то есть обычный конфкол, часто спрашивают, ребят, чем отличается от WhatsApp или любой другой платформы, да ничем, только руки свободные на самом деле. То есть первое свободные руки, второе человек смотрит, то есть эксперт видит то, что видит оператор, потому что камера настраивается таким образом, чтобы поле зрения плюс-минус совпадало. У эксперта любой, то есть эксперт может отображать любую информацию, может ее транслировать, оператор может бегать по чек-листам, это как раз мобильные обходчики. То есть все вот это, оно представлено на платформе. Теперь чуть-чуть, что все-таки с точки зрения платформы. То есть почему у нас именно платформа, а не решение. Ну, потому что все коллеги до этого выступали, коллеги еще будут выступать, ну, пытаться написать там десятый обходчик, универсальный, тем более для всех клиентов, или какие-то универсальные чек-листы, ну, как бы, наверное, то есть, наверное, в этом смысла нет. Помимо этого, раз у нас есть видеокамера, то логично, что почему бы не прикрутить в видеоаналитику. Видеоаналитика на самих очках… Извиняюсь. На самих очках она не взлетает. Какая бы производительность там ни была, потому что пока чипы Nvidia очень плохо поддаются встраивание в мобильное устройство такого формата. Поэтому платформа… Что делает наша платформа? Наша платформа первая – это АПК, то есть почти все устройства – это Android. То есть это первое – это софт, который позволяет отображать картинку. То есть он позволяет… Он знает всю специфику устройства, позволяет туда транслировать всю необходимую информацию. Второе – это платформа, которая как раз помогает подключать приложение заказчика. Да, у нас есть свои чек-листы, у нас есть свой интерфейс по тому, как делать цифровой обход, как делать контроль Таир, это есть. Но мы понимаем, что клиенту гораздо важнее, привычнее даже использовать и разрабатывать что-то свое. Поэтому платформа, которая позволяет подключать алгоритмы видеоаналитики для того, чтобы… Есть API, которая позволяет дорисовывать на экране у пользователя все, что ему нужно. И, соответственно, получается такой своеобразный конструктор. Работает… Очень часто задают вопрос, что происходит при работе в сети, не в сети. Ну, давайте так. То есть решение все-таки удаленный контроль, удаленная экспертиза, поэтому связь нужна. Как я уже говорил, это может быть мобильная связь, может быть Wi-Fi. Неважно, главное, чтобы она была. Ну и мы все-таки смотрим на цифровизацию. То есть первое, с чего… Ну, наверное, можно сказать, первое, первое-второе, с чего начинается цифровизация, здесь можно поспорить и подискутировать, это все-таки наличие устойчивой связи, беспроводной связи на производстве. Потому что без нее, как бы говорить, без устойчивой связи говорить о цифровизации, о внедрении массового каких-то цифровых устройств на производстве, ну, наверное, достаточно амбициозно. Поэтому, да, то есть нужна связь. Связь, как правило, порядка двух мегабит нужна на устройство. При этом, если вдруг связь теряется, то устройство, оно вполне автономно, там вся необходимая информация, которая нужна пользователю, она закачивается, хранится, нет проблем. Типовые кейсы, которыми мы в настоящее время сталкиваются и решают наши клиенты. Ну, первое, да, это самое банальное, как я уже говорил, это удаленное взаимодействие. Кейс очень простой. Есть техника-катропиллера, которая находится далеко на северах. Соответственно, эксперты, которые могут ее ремонтировать, а не просто проводить техническое обслуживание, находятся очень далеко. Но даже бывает, что и за пределами нашей страны, поэтому нужен удаленный эксперт. Одевают очки, смотрят, помогают ремонтировать. Агрегация объективных данных. Чем сейчас, ну, первые, наверное, кто внедрил эту систему, очевидно достаточно, да, то есть это сотрудники МТС, это ребята, которые занимаются обслуживанием вышек сотового оператора. Там нужно контролировать, ну, фактически, там, каждое отклонение в минуты от вертикальной оси, как установлено оборудование. Все это фотографируется, там штангенциркуль прикладывается. То есть раньше ребята делали это вдвоем, то есть один прикладывает штангенциркуль гайки, второй фотографирует, третий стоит внизу. Ну, то есть после того, как стали использовать решение, стало попроще. Просто есть голосовое управление, есть управление на устройстве, человек говорит фотографию, говорит слово фото или любое другое, которое он там запрограммировал, и происходит снятие информации, и она автоматически добавляется в чек-лист обхода. Автоматическое сопровождение операции, ну, это на самом деле цифровой обходчик, то есть, да, интерфейс, да, сотрудники, то есть есть, как я уже говорил, есть свой интерфейс, можно подключить интерфейс заказчика, особенно если у него есть мобильное устройство, то есть есть решение для мобильного устройства на основе Android, то в этом нет никаких проблем. И телеметрия, то есть, на самом деле, мы даже с этого начинали, в прошлом году решение у нас достаточно молодое. Это нефтесервисные компании. То есть, как это ни парадоксально, на самом деле, на северах связь есть, да, она достаточно локальная, есть места, где без спутниковой связи вообще ничего не сделать, но, как правило, в этих местах либо прокинут радиоканал, который делается силами как раз добывающих компаний, либо, то есть, даже продвинутые компании в последнее время, если строят новое месторождение, они к нему тянут оптоволокно, ну, и после этого там проблемы со связью решаются. Ну, и, собственно говоря, это хорошая почва для того, чтобы делать систему видеоаналитики. Телеметрия, потому что сотрудники бегают по буровой установке. Если мы говорим про условия севера, а не про то, что мы видим в кино в штате Техас, это такая дура где-то метров под 100 длиной, там с тремя-четырьмя-пятью ярусами, по которой достаточно тяжело запутанно бегать, плюс она периодически во льду, ветер, грязь, в общем, место не самое лучшее. Именно поэтому, как правило, система, которая храняет телеметрию, находится на этой метре в 100 от нее, в вагончике, и достаточно тяжело бегать от этого вагончика до буровой для того, чтобы посмотреть телеметрию. Тем более, если температура порядка минус 40, и ветер 20 метров в секунду. То есть, ну, прям это плохо, холодно. Сам попробовал, мне не понравилось. Поэтому они, на самом деле, стали одними из первых, кому это решение понравилось. Плюс, ну, в худшем случае, локальный Wi-Fi. Они всегда поднимают на этих объектах, и у них все работает. Причем, ну, мы не являемся здесь какими-то инноваторами. Как видите, достаточно большой список зарубежных компаний это делает. Причем он все больше и больше приходит в жизнь. Если BMW там начинало с того, что на сборочных линиях это ходили контролеры, как раз монтажники, и у них была дополнительная информация, как правило, это всевозможные мнемосхемы подключений, чтобы в голове не держать, не смотреть на планшете. То есть сейчас BMW даже продает очки для вместе с байками, со своими спортбайками, передает очки, которые выводят дополнительную информацию при езде. Ну, то есть как бы это все пошло в жизнь. Почему? Ну, то есть очень многие, наверное, в течение последних пяти лет, кто-то там, почти все крупные компании пробовали устройство, пробовали дополненную реальность, но почему-то там почти ни у кого не получилось. Ну, мы связываем это с тем, что до этого, в основном, во-первых, устройства были дорогие, во-вторых, они были не очень удобные. То есть вот как раз слева стороны это такой базовый устройство, то есть то, что первое появилось на рынке, это такой моноэкранчик, где-то далеко от глаза, и многим, где-то процента 80 людей, которые им пользовались, они от него плюются. 20% очень нравится. Сейчас появилась огромная линейка, то есть выходит, китайцы вышли на рынок, они где-то в 2017 году озадачились тем, что пора выходить, пора этот рынок занять, тоже потеснить американцев, что они с успехом сделали. У них вот примерно как машины, китайцы выпускают новые машины, новые модели, там каждые полгода по модели, вот примерно с очками то же самое. То есть они постоянно выпускают, там начиная от промышленных, которые одеваются на каску, это внизу, это просто примерно розничные цены, там не те, которые МТС продает, просто можно в интернет зайти, посмотреть, вот примерно стоит столько. То есть как видно, там начиная от полумиллиона рублей, что достаточно ощутимо, и как бы там взять на предприятие, поиграться в этом, ну как бы такой вопрос. Полумиллиона, если они сломаются, что с ними делать? И заканчивая всевозможными, вот уже более бюджетными моделями, там за, на самом деле есть даже за 30 тысяч рублей, просто, ну не на каждом производстве их можно использовать. Они есть автономные, которые работают сами, ну допустим, вот центральная модель, она без проводов, без всего два часа работает, одели, походили. То есть выглядят как очки, то есть у нас с собой есть, если интересно, можете подойти посмотреть. Есть более интересная, допустим, серия Rocket Air, они красивые, они симпатичные, но они с проводом. То есть извините, у них, они работают 8 часов, работают они 8 часов, и вес у них 83 грамма, не просто так. В целом, да, то есть если говорить о том, понятно, что это такие маркетинговые, но это предельные цифры, то есть что может быть полезного от того, что вы применяете это решение, там неважно, чьей платформой вы будете пользоваться, у кого будете покупать очки, то есть это все на самом деле, как бы тут не про то. То есть да, в 10 раз быстрее новый сотрудник ознакомится с инструкцией, ну да, потому что у него эта инструкция будет перед глазами, именно тогда, когда она ему нужна. При этом руки у него будут свободны, он не будет тупить в телефон, грубо говоря, или в планшет. До 5 раз сотрудник быстрее опишет дефекты оборудования, потому что описывать ему скорее всего будет не нужно, ему просто будут говорить, что посмотри левее, правее, открой кожух, загляни туда. Отчетность после обхода, отчетность можно будет заполнять во время обхода, как голосом что-то надиктовывать. Это опять же, это не заменяет там планшеты, это скорее дополняет тот мобильный Таир, мобильные обходчики, которые есть. Ну и, собственно говоря, то есть автоматическая актуализация данных в системах учета, то есть если у вас какая-то поломка на производстве, то есть там, допустим, мы как у Мэй ленту с грохота смотрим, мы видим, что у нее проблемы с каким-то роликом, ну, пожалуйста, то есть человек сфотографировал, информация сразу ушла в нужную систему, нужному мастеру. Поэтому, в принципе, на самом деле, особенно когда выйдут, то есть очки с каждым годом становятся дешевле, с каждым годом они становятся легче, и я там думаю, что на горизонте пяти лет у нас будет, уже будут появляться и линзы с тем же, с той же самой функциональностью. Поэтому, как мне кажется, что за технологией именно дополненной реальности, то есть на производстве заре будущее. какой-то вход для идентификации этого оборудования, например, там срок обслуживания, там великолепные инструкции, то есть могут быть очки, там сканировать какие-то виды QR-кодов и конкретные оборудования. Да, более того, это он с фоторизацией по QR-коду, чтобы логин, пароль не вводить, в очках это не самое простое занятие. Можно просто посмотреть на QR-код, и он зайдет. То есть то же самое. Тут проблем нет никаких. Спасибо, коллеги. Возможно, еще у кого-то вопрос? Спасибо. Григорий, а вот с BIM-модель, то есть на объекты строительства, BIM-модель это как-то системно организируется, чтобы можно было ходить по объекту, и очки автоматически распознавали, что за объект. Да, мы как раз с коллегами, которые зарабатывают BIM-модель по этому поводу сотрудничаем. Да, это возможно, но просто как всегда нужна хорошая BIM-модель. То есть как бы настоящие BIM-модели, а не фикция. Исходные данные. Да. Ну, как всегда, да. Еще вопрос, да? Да, да. Да, коллеги, еще вопрос. Да. У меня есть вопрос. А, ну, слышал, наверное, да? Да, спасибо большое. Интересно, что у меня достаточно много по PR, а именно разработку и строительства. Не очень понял. Да, спасибо. В чем ваш продукт? То есть есть ли у вас сейчас продукт, который вы продаете или нет? и правильно ли я понял, что вы не сосредоточены на разработке устройств, да, самих? Вы делаете все-таки какие-то решения, на чем вы сейчас сфокусированы? Да, спасибо за вопрос. Действительно, на разработке устройства мы не сфокусированы. В МТС есть отдельное подразделение, кто пытается это сделать, но пока на начальных стадиях. Продукт, да, у нас есть готовый продукт, он, то есть, поставляется, ну, собственно говоря, как услуга, то есть вы платите какую-то денежку в месяц, вам предоставляется софт, то есть вся платформа и устройство на выбор, собственно говоря. И помимо этого платформа открытая, поэтому очень часто приходят, говорят, а у нас есть свой мобильный обходчик. Как бы не вопрос, вот API, вы можете его интегрировать, мы поможем. Итак, и так. Решение не облачное. Есть облачное решение, есть он прям естественно. Как много проектов вы уже реализовали-то? Слушайте, порядка, сейчас, если мы говорим про промышленное внедрение, то, ну, мы начали, давайте так, продукт в декабре прошлого года запустился, то есть сейчас у нас порядка десяти клиентов промышленных и где-то там несколько десятков пилотов, идет. Спасибо. Еще вопрос не возражаете. Сколько примерно пользователей сейчас у вас суммарно? Посмотрите, если по всем клиентам, давайте так, сколько пользователей, вопрос, наверное, не очень корректный, скорее всего, сколько устройств, да, то есть у нас устройств пока порядка шестидесяти, то есть там пятьдесят, шестьдесят вот так плавает. Это то, что в промышленной эксплуатации. То, что в пилотах, ну, тоже где-то порядка такого количества, там просто по одному устройству, по одному-два на клиента. Ну, то есть суммарно около там ста-сто двадцати устройств сейчас. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»